Время рекламы к нам присоединился Ове Шаттауэр в ночь с 9 на 10 ноября 89 года. Он тоже отмечал падение стены. Сколько вам было лет, Ове? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы тоже слагом дружбы народов. Да, я хотел использовать это событие, 30-летие под ней стены, чтобы поблагодарить тогдашнее советское население и советским политикам за то, что они сделали возможным это мирное падение Берлинской стены. И затем они вывели свои войска из Германии. За это большое спасибо. Но Ове еще так эмоционально с флагом, потому что у него русская жена из Казани, поэтому если бы не падение Берлинской стены, то... Но, как я понимаю, родственники вашей мамы жили тоже за стеной, да, и по закону ГДР, да, до 65 лет нельзя было посещать родственников, которые жили в ФРГ. Да. Моя тетя познакомилась с французским инженером и сбежала по Францию, а моя мать потом не могла до подней стены встретиться со своей сестрой. А вот Регина рассказывает, что они пели, пили, плясали до утра, а вы с какими эмоциями вспоминаете эту ночь? Я служил в армии, в ГДРовской армии, в Штархзунде. Мы проводили демонстрацию, цепочку людей выстроили, и несколько солдат участвовали в этом процессе, в этой демонстрации. Я тогда был настоящим предателем в глазах социалистического правительства, потому что я служил в армии. А вы помните, чем сносили бетонные плиты в ту ночь? Мы видим кадры, где все какими-то молотками бьют, или кто чем мог отковыривал себе кусочек? Это просто полное сумасшествие нашей семьи. 50% в Гамбурге и Любике жили со стороны матери. А теперь мы стали встречаться, встретилась вся семья. И еще раз большое спасибо, что так все мирно прошло. Мы даже сняли клип и написали песню, посвященную событиям 1989 года. С такими эмоциями вы это вспоминаете? Давайте посмотрим небольшой фрагмент. На одной фотографии, там несколько фотографий в этом видео. Там видно, мы как солдаты стоим. Дубинки переделать и во флейты. Это в Нойберлина института в журнале была напечатана эта фотография в 1980 году. Небольшое замечание хочу сделать. Я с Востока, ведь я в 1969 году родился. Я рисковал своей жизнью солдатам. Выходил на улицу, меня допрашивали, избивали. А сейчас, через 30 лет, смотрю на эту сторону, я про Германию говорю. То я говорю, что за сегодняшнюю Германию я пошел бы сейчас на демонстрацию. Потому что Запад, а мы сейчас часть Запада, развиваемся не в правильном направлении. Это эффект Буратино, я называю, то, что мы в ГДР увидели. Все знаете про Буратино, да, сказку? Мы были ГДРовцы, мы были погенаивные, как Буратино. У нас было 5 марок в кармане, и наша восточно-германская экономика. И потом Лиса и Волк пришли, и мы тебе поможем. Это вот ведомство такое по управлению хозяйством государственным, экономика, бизнес. Купил ГДР. У нас была иллюзия. Мы мечтали о том, что социальные структуры ГДР соединим с экономической силой Запада. И создаем новое общество после подъездки. Вот эта иллюзия западным бизнесом была разрушена.